нервных прошу не смотреть девочки посмотрите я почистила свою камелию умный но это же самый умный кто мой муж взял мне яишнюю скорлупу повешал куда мешала она ему там понимаете я ее сушила сушила все намочилась слышите слышите смотрите нас тут лошадки и вот смотрите у меня более донежа но и вообще некуда расти этому бедному растению мы тут уже убрали ветку мимоза но некуда надо еще ездить мимоза походу миги посмотрите смотрите куда понеслась миги чертур на мобеля она увидела что я стою тут на них смотри миги че вьян ла вьян деси мобеля молодец молодец ты наша собака охраняющая иди сюда тянь миги вьян ла мобеля вьян видите какая настыра молодец девочка молодец 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 мори эти моя девочка так ты молодец ты молодец ты на сохраняешь пошла 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 где все как она все так вот это все это все ее понимаете абсолютно все ее владение так ну что это мои укорененые девочки вы знаете если честно мне не очень нравится их листва ну здесь вот новые, может быть, пошли ничего, а вот эти такая жухлая какая-то листва не очень красивые. Ну, я его буду, ну, видите, вот они идут вон из земли. Новые, поэтому не всё так страшно. Посмотрим. У меня здесь будут стоять бегунии, будут висеть, поэтому эта пеларгуша, она уйдёт в другое место. И вот тоже, видите, тёмная листва. Здесь много ей было солнца с утра, и ей это не очень понравилось. И вот столько серёжек, понимаете, вот смотрите. Мне там Катя писала, Илюшкина, что потому что на склоне стоит и не за что зацепиться. Ну что вы, друзья мои, это декоративная мимоза, то есть это не дикая мимоза, и ни одно семечко не взялось никогда ни разу, хотя вы понимаете, если бы мы жили в другом климате по влажным, конечно, здесь у нас уже были бы заросли мимозы, и всё бы ещё и на гольф бы ушло. Поэтому а тут что эти уже тут делают, эти осы-то? Что вы собираете? Они такие, знаете, осы сейчас современные, ничего в них хорошего нет, только переносчики тоже болезней всяких разных. Посмотрите, гортензия моя красавица. Видите, какие тоже огромные, огромные сидит в этом горшочке там, огромнейшие. Это вот я собирала ракушки после Рождества. Девочки, ну вот что, вот хожу, вам снимаю, работать мне некогда, понимаете? А кто это такой умный? Ну, это же самый умный кто? Мой муж. Взял мне яишнюю скорлупу, повешал куда? Мешала она ему там, понимаете? Я её сушила-сушила, всё намочилось. Девочки, что делаю с мужчинами? Вообще, что у них с головой творится? Смотрите, какая у нас замечательная редиска в этом году. Вот жалко, больше нет семян. И вот здесь я собрала лучок, у меня здесь укропчик, здесь кориандр, и здесь немножечко молодого сельдерея. Веточки будут у меня сегодня вечером салатик. Так, девчонки, смотрите, сегодня всё ещё вторник, всё ещё 21 апреля. Я тут занимаюсь по саду, туда-сюда хожу, дождик тоже покапывает. Немножко подлила настой шелухи в розы, которой мне хватило. И ещё у меня немножечко есть кастрюли, это то, и я буду обрызгивать розы. Смотрите, девчонки, сейчас буду подсыпать удобрение для гортензий, естественно, для камелий тоже. Вот такая вот марка. Написано, что оно биологическое, оно как бы укрепляет растения и лучше будет расти, цвести. Значит, удобрение, которое добавляется в марте-апрель-май, так, у нас апрель, то, что нужно. Доза 250 грамм на это 6 где-то как панье, жменик для на горшок 1-2 панье прикосин, 40 грамм. Ну, ясно, где будут большие, у меня все большие растения, поэтому я всё, здесь есть азот, здесь есть фосфор и здесь есть потасиум. Потасиум вот для цветения, азот для корней, ой, то есть фосфор и азот для того, чтобы растение росло хорошо вверх. Вот такие вот дела. МПК здесь не очень большой, здесь 3,2,5, есть 2 магний ООО, есть железо, есть ксиокс. Что такое, я не знаю. Короче, всё я сейчас подцеплю и буду работать дальше. Вот такого цвета вот это удобрение, видите, такое чёрненькое. В прошлом году у меня было светлое удобрение. Ну, вообще, девочки, это, конечно, натуральное, я не думаю, что оно очень эффективное. Нервных прошу не смотреть, девочки, посмотрите, я почистила свою камелию. Смотрите, какая она стала хорошенькая, чистенькая такая, всё хоть задышит. Смотрите, сколько я всего обрезала. И как раз таки сейчас время, время было её обрезать. Видите, вот это вот уже новые почечки. Это уже будут закладываться, новые цветы на следующий год. Здесь немножко осталось бутонов, которые ещё, видите, цветут. Сейчас ещё внизу вот здесь посмотрю. Убрала листья в основном все. Ну, вот ещё тоже желтеет листочек чего-то. Непонятно. И сколько? Года три назад я, наверное, уже её так коротко обстригала, убрала всё внутри, все веточки, которые там нам мешали. и вы знаете, я надеюсь, я сегодня же их подкормила, я надеюсь, что это пойдёт на пользу, как и в прошлый раз, потому что бедные растения в горшке не выдерживают корни, чтобы всех накормить, напоить и всем дать процвести. Потом, видели, как она у меня такая вся была висячая, такая не очень красивая. Вот так что у нас сегодня вот такая работа. Это всё ещё вторник, 21 апреля, друзья мои, я только что закончила работу в саду, вот ходила под дождём туда-сюда, сейчас покажусь, какая красавица, вы сейчас вообще удивитесь. А что, друзья мои, работа в саду это так, знаете, такая шапка на бекрень, дождь вот только что закончился, вроде бы, завтра его не будет, и девочки, так всё позеленело, это вообще, это роскошно, роскошно, ой-ой, ну я, конечно, звезда, но не в этом дело, мы же про сад сегодня не про меня. У меня поступил вопрос, как называются цветочки, воззагираний, малиновые ромашки, девочка, где у меня малиновые ромашки? У меня есть синие ромашки, это вервена у нас, а вот эти вот, может быть, малиновые ромашки, ну, это слово, которое я не могу выговорить, это о-сто, девочки, подскажите, пожалуйста, вот, как называется этот цветочек? поэтому ромашек у меня больше нет, послушайте, под дождем, все цветы поникли головами своими, но вы знаете, как им завтра будет хорошо. Вот эту вот мою белую ромашку, знаете, что сейчас ромашку пеларгония, во-первых, я ее все буду оббирать, во-вторых, вот эти вот ее все длинные ноги, понимаете, вот ее белокрылка все-таки подъела, это я пока чухнулась, пускай цветает, и потом, вот видите, вот есть маленькие листочки, я ее всю подрежу, во-первых, я завтра, если у меня будет время, я оберу весь лист, полностью оберу лист, вот она начинает уже кое-где цветать, и буду опять, ну, надо ждать, пока лист высохнет, я не могу обрабатывать по мокрому листу, естественно, у меня там стоит шелуха муковая, то, что вот я яйца красила, девочка есть, есть белокрылка, есть, как бы ни было, дождик ее не очень-то вымыл, так, здесь у нас розочки, очень мокрый, конечно, травка пошла, посмотрите, травка пошла, когда она там еще вырастет, завтра буду, тут все эти, вот эти цветы, видите, тоже все тут под дождем, завтра уже буду по горшкам, уже все-все буду рассаживать, потому что уже хватит им тут мокнуть, уже у меня вот эти травы стоят тоже без, без горшочков, тут уже, слушайте, пока я их посажу, они уже цветут, мокрое все, все мои бархатцы, все это высохнет, все будет нормально, красота в саду, красотища, красотища, девочки, красотища, смотрите, хорошо держит воду эта роза, ничего страшного, завтра я их, что тут уже оббила дождем, обрежу, вот, вот у меня луки, чесноки начинают свести, девочки, сколько у меня их было, у меня был их полный сад, везде, всех цветов, белые, фиолетовые, голубые, все пропало, ну, а может быть, все съели мыши, вот этот шалфей еще, представляете, какой молодец многолетних, но только по Мирозу теперь не забивал, дельфиниумы шикарные, шикарные дельфиниумы, посмотрите на них, вот у нас восьмой час, девочки, как же запахи, запахи вообще, прям в саду, настолько пахнет все хорошо, свежо, зелено, красотища, прекрасотища, вот сейчас мы пойдем, немножечко походим там по дорожке, не хочу, я два дня отсидела дома практически, не хочу идти домой, Марис уже зашел, говорит, у меня мокрые ноги, я ему говорю, послушай, ну, за все эти годы, ну, ты мог себе купить эти, сапоги резиновые, ну, оказывается, что не мог, мы тут уже, ой, мы тут уже сидели с дома вдвоем, и с этим дождем, вы знаете, мне уже как бы начинают уже, немножечко, надоедать сидеть дома, вот, я думаю, Марису тоже, и благо, что вот, девочки, он неразговорчивый, вот уже видите, вот этого жирафре, этот вот, как вы его называете, левкой, вот этот вот, который бордовый, он уже отцвел, а я все надеюсь, что у меня вот этот еще зацветет, ну, уже кормила я его в этом году без памяти, ну, вот эти вот ветки, вот все, вот видите, это надо мне убрать, там, где не выскочили, вот здесь вот видите, вот маленький выскочил, а вот тут, где не выскочили молоденькие, все обрежу, зачем ждать, пока они усохнут, ну, в конце концов, посмотрите, роза начинает расцветать, она очень там подхватила, болезни, поэтому я попросила уже Мариса, чтобы он мне принес стремянку, я беру там весь этот больной лист и обработаю обязательно, пускай сейчас уже сохнет, все, вот у нас сиранобержирак, прекрасная роза, ароматная, красивая, ну, вот тоже стала чахнуть, чахнуть, ну, вроде бы в этом году неплохо, так она у меня, как у меня было красиво, вот оттуда, с травки моей, было такое, знаете, как вот букет стоял в вазе, ой, послушайте, пойдем чуть-чуть походим, и опять начинается дождик капать, а здесь, какие у меня тоже джунгли, просто джунгли, я даже не представляю, куда это все зацветет, но он, вот в прошлом году, все это цвело, и я не смогла убрать все потом эти все, как их называют, шиповник, который остается, ягоды эти красные, да, от розы, но у меня птицы все в том году съели, здесь тоже, девочки, такая махина, Господи, хоть бы выдержала это наша деревянная арка, мы ее, конечно, покупали в ботанике, то есть из хорошего она дерева, и вон, Марис, видите, вкопала эти железные штуки, чтобы не гнило дерево в земле, но уже такое оно обитое-обитое, жимолость тут наросла тоже, очень, вот эта роза, девочки, какая, вы посмотрите, этот пинклот, это нечто, это нечто, красиво, красиво, и много бутонов, пахнет она, вы знаете, так она пахнет, как вам сказать, она такая не очень ароматная, ну, не сильный у нее запах, но очень нежный, я вот думаю, вот все бутоны, которые есть, когда раскроются, будет красиво, ну, что, друзья мои, моего мишку, видели, я там ходила внутри, я сегодня там удобряла, эту дуболистую гортензию, тоже, как зашла туда, подползла, там вообще все, там тоннель из роз, уж, когда зацветет, я не знаю, как я буду делать, но я должна буду там провести вам прямой эфир, в этих джунглях розовых, вот это красота, вот это да, после этого дождя, все цветет, ну, здесь вот хлороз начинается, на моих красивых заборах зеленых, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я не знаю, что делать, уже мужу говорю, слушай, коси ты эту траву, подсушивай пару дней, выкладывай в корни, будем поливать, может быть, действительно, что-то поможет, но не знаю, вот мне вот так нравится, такая картинка, Нечопская, правда, ярко, 8 час вечера, послушайте, ярко, красиво, здесь вот мой Мишулечка, выбился, вон, смотрите, какие у него красивые, бутончики, ну, этот Американ Пиляр, это точно, это монстр, послушайте, он херел-херел у меня, я веток натыкала в землю, посмотрите, как он разросся, а еще у меня здесь была белая лиана, ну, ее, похоже, все-таки нет уже, но вот была пару лет назад, потом опять куда-то делась, она вообще была ароматная, ну, у нас тут, знаете, вот такая земля, вот это, вот там же один бетон внутри, там же одни камни, и вот где-то розы достают корнями, вот это вот пинклот у меня сидит, но мне, Марис, там такую яму выдолбила, я корни выложила вдоль забора, прямо ее уложила, эту розу, может быть, потому что, не знаю, не знаю, девочки, все погибает возле этих, у нас туда ни капни везде, вот не нравится мне мой олеандр в этом году, надо вот этими, наверное, обрезать, что-то тоже он такой хлороз взял, ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, они не улягутся, поэтому уже трогать не буду, пускай стоит так до осени, а осенью уберу тогда плети старые, можно было перебросить, конечно, вон туда на крышу, но опять же, там надо будет выдирать с этого, жимлости, жимлость там немножко пошла на крышу, попросила Мариса, он мне в том году ее зацепил, но может быть хорошо будет, ну здесь вот экзельса, которая была, вот видите, где пусто, где я посадила, сейчас же Асмин один, она дошла до самой крыши, вон туда, до дома, ну была очень больная, я ничего не смогла с ней сделать, столько лет боролась, и ничего не получилось, вот эта красивая все-таки роза, как же ее зовут, ну давайте девчонки, розоводы мои, кто там в курсе, как зовут эту розочку, красавица, ароматная, одна из самых ароматных, здесь мама дорогая, мама дорогая, что делается, что делается, но опять розу всю, я вчера розочку, бутончик нечаянно сорвала, очень ароматная тоже, видите, все, тюльпанов нету, девочки, все, все заросло колоколами, тюльпанов больше нет, боже, какая красота здесь, так, вот здесь тоже надо, вокруг этой розы, мне немножечко, там где-то, может быть, маки зацветут, маки пускай отцветают, потом буду, буду убирать, надеюсь, что в этом году будет хурма, так, а вот посмотрите, вот я, здесь веточки эти воткнула, вот этой вот розы, что только что я говорила, девочки, скажите название, и представляете, оно взялось, вот уж молодец, но мне нужно будет ее отсюда пересадить, конечно, по осени, потому что здесь и лаванда у меня, ну видите, я воткнула веточки, не думала, что оно возьмется, а она возьми и возьми, вот как, как тебя зовут, моя звезда, то же самое, как вот здесь, но здесь у нас наношенная, тоже земля навоженная, наношенная, и вот эта вот, эта вот роза, которая, покровная тоже, она, смотрите, хорошо тут взялась, умнички вы мои, умнички, ну тут еще, наверное, какая-то, так, это надо вырезать, вот это старье, сейчас явно это все видно, так, вот этот, вот, вот этот цветок тоже, он хорош, конечно, но он сильно разросся, сейчас начнет мне все заполонять, и у меня здесь очень красивые линии, девочки, вот, я их не трогаю, они сами по себе, вот здесь вот у меня тоже розочка, это из новых, из прошлогодних, или из позапрошлогодних, вроде бы тоже она хорошо взялась, но опять же, вот колокола здесь, так, это у меня топинобур, топинобур я весь извожу, надо прийти, опять здесь травки, недавно же мы рвали тут эти все травы, уже заново наросли, сейчас вот как раз после дождика, хорошо травки вырывать, вот, дальше здесь что у меня, здесь тоже самое, вот у меня роза девочка, вот это Александрина, это Мияновка, это что-то как-то, она что-то с романтиком связана, и тоже, видите, надо мне завтра прийти, высвободить ее, от всех вот этих, ботву тюльпановую убрать, этот цветок уменьшить тоже, и ее здесь тоже все душат, дала хоть один бутон, и то ладно, очень красивая розочка тоже, ну, Гранд Витт вообще красавица, так, ну что, все, девочка, тюльпаном каюк, конец, так, да-да-да, схожу, ну что вы думаете, я схожу тут травы уже щипаю, вместе с вами, смотрите, какие краски, ооо, какие краски красивые, пока вы краской посмотрите, я тут сейчас топиноборчика повырываю, не хочу топинобора, вообще не хочу, он мне все заполоняет, все потом забивает, ну вот здесь вот парочку, может оставлю весной, ага, вот эта роза у меня очень красивая, и что вы думаете, здесь одни слепыши, вот есть только один бутончик, так, этикетки, где этикетки, так, что-то я этикетку не вижу, ай-яй-яй-яй, надо проверить этикетки, вот та тоже будет красивая очень роза, так, здесь ревизию провести будет сложно, потому что это розы незнакомые, там он рожей смотрит телевизор, Борис тут копался сегодня, обмеряли опять, бассейн рожей тоже приходил, не знаю, закажем мы этот бассейн, не закажем, я ему сказала, сделай что хочешь, я в этом году без воды не останусь, потому что я говорю, у меня в том году из-за этого, того, что не было бассейна, с такой жарой, начались судороги, такое обезвоживание, такая была жара, у меня опять начались, надеюсь, мальчики нас не слушают, жуткие приливы прошлым летом, там с меня текло, как не знаю что, короче, начались судороги, и все такое, поэтому, аж даже сегодня уже так на него, прям, поругалась немножко, ой, ну так а что, я ему говорю, заказывай, сейчас вот этот карантин, будут большие сроки выполнения, ну, он там пошел на сайт, посмотрел, девочки, два месяца, если надо по размеру, ну, представляете, два месяца, мы опять останемся без воды в этом году, кроме того, что никуда нельзя ехать, так еще и дома ничего нельзя, ничего себе вишни в этом году, впервые я вижу, а что здесь у нас позасохло, а это тоже, это их веточки сухие, ага, надо прийти с секатором обрезать, некрасиво, откуда она здесь, эта вишня взялась, ну, вот откуда-то веточка прилетела, представляете, попробуем, после дождя очень красиво, много капелек, все везде блестит, посмотрите, так, меня спрашивали, цветут ли оливковые деревья, да, друзья мои, цветут, сейчас я не могу здесь подняться, смотрите, вот видите, вот мелкие цветочки, вот они, вот она, забыла днем показать, хотя днем я сегодня не выходила, никуда, ой, какие ароматы, я вам не могу пересказать, красотень, и тут у нас все цветет, гляньте, Малит хотела мне вообще ее все вырубить, эту нашу пихту, она очень-очень старая, и начала сохнуть, сохнуть, желтеть, я ему говорю, нет-нет, ты убери только ту сторону, где более, такая, ну, пошуханная, вот мы с той стороны ее вырезали, а с этой стороны оставили, посмотрите, она даже вон начала цвести, молодец такая, так, здесь у нас обрыв, здесь вот сеточка, это Мария ставила сетку, когда мы собаку взяли, вот отсюда вот так смотрится, наш огородик, ну, молодец, пихта наросла, молодец, там и деревце оливковое тоже очень хорошо взялось, а тут аж целые деревья выросли, вот эти вот желтые, представляете, так, дождик все капает, 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 красиво, хорошая вот эта вот такая тропинка, но туда далеко сильно не сходишь, потому что там очень злые собаки, вот реально очень злые собаки, так гавкают, что боишься, что не за Бог выскочат, так разорвут на части, а вот у нас уже маки зацвели, друзья мои, надо завтра нам походить при хорошей погоде, уже темно, уже темно, уже темно, начинает, ой, посмотрите, там вот за этими заборчиками, там наши курочки, Мариса там что-то еще достраивала, потому что где-то была дырка, и лисы ходят, ходят лисы, а нам оно надо, а вот здесь вот люди купили, когда, вот видите, там тоже оливковая роща такая, и деревья были вообще такие старые, и такие высокие, и этот парень молодой взял, их все вырезал, вот прям вот взял, и я помню, это был какой-то плохой день, то ли по календарю, то ли какая-нибудь Пасха, например, там католическая, там не знаю что, вот, а он пилил эти деревья так, что тут целый день голову нам дурил, и послушайте, он их, вот как показать, он все это выпилил, и вы посмотрите, как они у него взялись, эти деревья, такие красивые стали теперь, они старые деревья, но так как он их все обрезал, они такие все ровненькие стали, да хоть собирать можно оливки, понимаете, а раньше, раньше, когда здесь был другой хозяин, пока он этот дом продал, он сам не собирал оливки, деревья были очень высокие, прям такие, знаешь, лес такой, лес, и мой муж ходил, собирал туда, с рожей, оливки, ой, вот какая зелень, вы посмотрите, прям на глазах, на глазах, это же вот новые листочки, представляете, зеленушка такая, класс, нет, дождик это хорошо было, он, конечно, три дня такой, капал на голову, капал на голову, но, в итоге, все прекрасно, так, вон там у нас побежали, побежали, вон, видите, бегают люди у нас здесь, красота, красотища, красотища, вон парни, сейчас, повернусь, вон, смотрите, вон они побежали, смотрите, спортсмены, 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 ой, ой, сиренюшка, какая же ты вкусненькая, боже мой, какой запах, надо завтра попросить Малису, чтобы нарезал букетик, еще домой, у меня букеты сиреней уже завяли, пока еще есть, так, здесь, видите, они как раз прошли уже этим вот, окультуэром, и уже хорошенечко все продлилось, уже вспаханная земля, в пятницу приедет его, их сестра, вот, это вот ее огород, да, Рожи уже тоже все пропахал, вот, впервые она за эти шесть недель выйдет из дома, потому что ей нужны яйца, ей дети сказали, никуда не ходить, они там привозят ей продукты, но каждый раз, когда они бывают в магазине, яиц нету, ну, вот я утром была, когда, вот, когда я уже, сколько я, да уж, наверное, да больше, вот, наверное, во вторник уже две недели, да, как я ездила, не помню, или неделя, не помню, друзья, неделя, наверное, было яйца очень много, а потом, может быть, люди разбирают, вот, она в пятницу приедет за яйцами, вот, завтра муж Наташи должен приехать, потом уже позвонила, вот, это сводная сестра моего мужа, вот это, она тоже хочет яиц, он сказал, ну, на следующей неделе уже я тебе сэта, посмотрите, какая зелень, вообще красота, говорит, на следующей неделе, Рожи смотрит телевизор, смотрите, вынес он мою пальму, смотрите, какие у нас там помидоры, посмотрите, посмотрите, все эти тут рассада обалденная, я ему сегодня говорю, Рожи, какая ветка, я говорю, Рожи, ну, ты же знаешь, где бычье сердце, а где эти вторые, я говорю, а то ты мне не даешься тех помидоров, да, да, знаю, знаю, я говорю, ну, смотри, не ошибись, вот она, Делла Балфор, красавица, но тоже, девочки, вот видите, и все равно здесь есть одиум, я возьму, настрягу этих веток осенью, и возьму их, это, укореню, вы посмотрите, какие розы, она у меня никогда так на террасе не цвела, это вообще нечто, тут можно вообще еще розовый рай, вырастет, надо ходить сюда тоже с секатором, потому что вот это же все нужно убирать, вот эти вот розы я буду потом срезать себе домой, ставить букеты, вот, курочки увидели, что я подошла, такие сразу, так, 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 бутоны, прекрасно, посмотрите, какие бутоны, это же сказка, красавцы, потом вот так раскрываются, и очень ароматная, Делла Балфур, девочка, я вам там написала в прошлом видео, запишите себе, если можете купить эту розу, купите, но она очень жесткая и плетит, то есть, ее на арку не получится, ее получится только такую, на шпалеру, на стенку, на такую прямо стоячую опору, у нее не гнутся ветер, вот это вот лагуна, это да, во-первых, она фадерибунда, и у нее, смотрите, какие у нее, такие веточки жиденькие, это можно выкладывать, как хочешь, а здесь, конечно, ой, много там одиума, надо мне это все обобрать, а это гранд вид, посмотрите, какая красавица, у меня там возле елки на арку, я ее никак не могу нарастить, я в том году ее коротко обрезала, чтобы вот она как бы, ну, начала пушиться, ничего подобного, она мне ветви выбросила, и все, тоже очень ароматная, тоже очень красивая, это вот та, что у меня перед окном спали на первом этаже, молодцы, ну что, курехи, вы подсохли немножко, потому что вы такие были грязные, мама дорогая, Морис такой вчера приходит, с курятникой, и говорит, а это вот, посмотрите, это девичий виноград такой, это вот прививка на девичьем винограде, вот этого растения, которое цветет вот этими оранжевыми, этими колоколами, и, видите, я когда его покупала, у меня то же самое, у меня прививка поперла, этот девичий виноград, а это растение вообще не выросло, здесь вон только одна ветка, та же история, представляете, вот как они прививают, ну, видите, идет, одна ветка идет растение, а другое идет девичий виноград, я ему говорю, он тебе завалит всю твою эту, ну что, мои курочки, ну, я вам ничего уже давать не буду, вам уже спать надо идти, лошадка его наша, нанесите яиц побольше, всем яйца нужны в данный момент, все проснулись, я говорю, Марису, надо курей купить еще, штуки четыре, а он говорит, у нас их 16, по-моему, а он говорит, ага, я говорю, это им сейчас всем яйца нужны, а потом не надо будет ничего, ой, ой, короче, девчонки мои хорошие, я вам хочу сказать, что я вот держусь, не знаю, я начинаю скучать, и, конечно же, вот отсюда все мои эти ежедневные, такие большие влоги, потому что хожу, что-то смотрю, что-то вам снимаю, хоть поговорю сама с собой, как говорится, так вот это вот у меня тоже желтая розочка, тоже очень ароматная, вообще была там колечко, колечко, смотрите, вы здесь вот тоже видите, вот такие розы пересажены, они видно, что они были совсем больные, нарастают розы здесь, вообще молодцы, ага, виноградик, так, надо его, надо его подвязать, надо Марису сказать, пускай шпалерку сделает, что ж он так стоит, а где второй, а вот второй виноград, здесь тоже самое, хорошо нарос, молодцы, ну и вот тут у меня перемолотые опилки, здесь где что, так тут смотрела, я ходила Айвочку свою, как-то у нее плохо цветочек опадает, хоть бы мне, смотрите, смотрите, девчонки, видите, надо, чтобы уже опадало, потому что загноятся мои фрукты, так что будут у меня немножко Айвочек, они такие, слушайте, они такие, вот смотрите, какие, так, смотрите, здоровские, классные, вот здесь вот хорошо видно тоже, листочки, когда упадут, вот они такие, они такие коричневенькие, так, а что это у нас, листочек что-то загнил, давай, давай, мое деревце, давай, мое хорошее, расти, 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 мое хорошее, вот хожу, хожу по этим полям, это розмаринчик, как хорошо пошел, прям вообще хорошо пошел, гляньте, там такое, оно уже было, малепасенький, лаванда тоже здесь у нас неплохая, будут пчелки летать, будут там помидорки опылять, редисочка у нас еще, я не знаю, что вот это растет, вот что это растет, вот Мариса его не вырывает, я не знаю, что это, на салаты вообще не пошли, странно, семена плохие, вот, а посылку нашу девочке, так нам и не прислали, ни с семенами, ни с клубниками, 60 евро заплатили, ни слуху, ни духу, на телефон не отвечают, почтовая почта забита, и мало пришел обратно, один раз я там нашла, куда сделать рекламацию, никто не ответил, ни слуху, ни духу, поэтому, похоже, что 60 евро, мы потеряли, вот, единственное, что мы так вот с Марисом рассуждаем, думаем, есть это такая частная антеприза, где вот эти семена выращивают, вот, потом клубничку там выращивают, там, вот, я клубни георгины заказывала, такие очень красивые, редкие, я говорю, может быть, они заболели, потому что вот эта антеприза находится как раз-таки в Мэдсе там, не в Мэдсе, а в Мулюзе, где-то там, там, где вот самая-самая была, это вирусная ерунда, где очень много вот больных, умерших, может быть, с людьми что-нибудь случилось, может быть, они заболели, но они же не вдвоем работают, кто его знает, а может быть, какая-нибудь пара семейная, только вдвоем, ну, короче, друзья мои, никто нам не отвечает, никто нам ничего не прислал, поэтому я думаю, что мы эти деньги уже потеряли, и уже, пожалуйста, вам сережки висят из липа, ну, все, темно-темно, давайте, а это соседский забор, представляете, боже мой, какие они, страшные эти стены, так, ну, вот здесь вот у меня белый инжир, Морис мне там, он сверху обрезан, я не знаю, он тут и тут, что ли, ветки пообрезал, но не надо было трогать, вот же паразит, вот здесь вот были ветки, смотрите, видите, он мне все почикал, кто просил, очень хороший, вкусный, вкусный этот инжир, ну, вот и нету, видите, в этом году, я не вижу, чтобы были фрукты, может быть, на второе, на второй урожай, тут вот это вот, заросло все, послушайте, он когда-то там, где-то у одной женщины работал, она ему там дала два саженца, и представляете, какая стена выросла, все заросло, хоть мы не видим ихнего бардака, еще бы вот здесь вот такое вот все, вот это что за дерево, смотрите, что это, осина какая-то, не осина, что вот это за дерево, ну, вот тоже само прилетело, подсеялось, ну, пускай растет, все мои хорошие, опять дождик начинает капать, пошла я домой, уже вам тут наговорила, вон, насколько на полчаса, хожу полчаса, вот целое видео получилось, я всем желаю вам оставаться здоровыми, оптимизма, не раскисать, как это со мной происходит, время от времени, все же когда-нибудь наладится, правда, все будет хорошо, надо потерпеть, вот, а терпения нету, поэтому, 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 вот это грандвит, тоже красавица будет, как зацветет, будет красиво, хорошая роза, тоже рекомендую вам всем, все, до скорой встречи, на моем террасе, в моем огороде, в моей теплице, и, всем французское безу-безу, ваша провансалочка, будем надеяться, что все пройдет, и все будет хорошо, как и раньше, всем пока, субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...